Вейн Харт, Охотник, Гейлорд, Паладин, Метрололброх, Шаман, Степфейс, Друид, Топатрышка, Рыцарь Смерти, и Криберса там я вижу, Джангар, Монг, Мериатас, Паладин, Окилан, Паладин и Шенроята, Воин. Открывается Хант с прицельного выстрела, пошел дэмэдж по Акелану, Акелан Рэд Рипаладин, против него ММ Хант, отдается Шилда Палам, Скатер от Ханта, Снайперский выстрел кастует Охотник, и сейчас главное не получить заряда, вот этого вот, да, не получил Охотника, бросил Паладина под конец щетка. Блайнд на трапу, Блайнд с эти Хант тринканул что ли? Стан и Фулы, спасибо за подписку, сильный урон, очень сильный урон по Вейнхарту, очень сильный, ух ты, ёб твою мать, просто вы это сейчас, вы это сейчас видели, просто стер его с Арианой, просто удалил, попросил удалиться наш Паладин Охотника. Бабл от Паладина, битва Ретри Паладина с Шаманом, нажимается Шаманом, минус 40, заканчивается Бабл. Хекс по Окилану, кастуется туда, был прокастован Штурмкипер во время Хекса, крыло от Паладина, залетает дэм, Шаман неплохо так дамажит Палу, но опять же это Паладин против Кастера, то есть у Паладинов с Кастерами, беда, беды с Кастерами. Мало уже ХП у Шамана в любом случае, Акилан себя подхиливает торжествами, стан отбрасывания, вдогонку еще лава буст, Паладин за столбом хилится, то же самое делает Шаман, это очень надолго может быть такая дуэль Шамана с Паладином, это может быть реально надолго. Ставится тотем, увеличивающий критический урон Шаманом, и пытается скастить секс, да, от Фейкл удалось скастовать секс, сейчас будет вливать в себя Шаман флешки, только одну влил, лассо по Паладину, и Шаман во время лассо отходит за столбы, но проблема в том, что оба участника могут хилиться флешками за столбами. Вот почему эта дуэль может быть долгой. Оба участника могут хилиться флешками. Привет, 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 Лиза, привет, дал дал ушел, преследует Акеллан метр лолброха, взрывается, нет, не взрывается, Паладин сбивает стан ищий тотем, надо сбить щупку, сбивает щупку, Хекс получает Акеллан, снова Шаман себя хилит флешками, фловый ходж, и под крылом находится Акеллан, Шаман дамажит по Шаману, вливает урон, там Тотем, увеличивающий урон и лассо, сейчас можно огребсти от шока. Прикрывается Паладин с шелдой, нажимает крыло, Шаман снова за столбом, за длинной колонной, но Паладин его настигает на Фридуме и Коне, у Шамана мало хп, удастся ли ему дотянуть до столба и выхилить себя флешками? Вроде как удалось, вроде как удалось, наберитесь терпения, кричит нам встроенный комментатор, но мы-то набрались, будет нам кровь, когда-нибудь, когда дэнглинг начнется, Акеллан хилит себя уже в фулл столб, он снова себя подхиливает, вдруг не хватает пару процентов. Ну, естественно, стоит ожидать, что люди будут, то есть, я смеюсь, но ничего абсолютно нехорошего не происходит, люди играют за свои классы, а классы их выглядят вот так. Лассо по Акеллану, ох ты, так, стоп, верни, пожалуйста, Акеллану мне, о, спасибо. Лассо прошло по нашему ретре паладину, пока я камеру, с камерой совладал. Снова нажимаются крылья, ход штринкуется шаманом, лоссает шаман, крылья получает, паладин дает себе боб. Снова нажал шаман тотем, увеличивающий его урон. Пока стоит в блайнде шаман, паладин себя прохиливает. И пошел, пошло лассо, которое снимается расовый, мало, ой. Не знаю, что-то, что-то Акеллан как-то очень сильно дамажит. О, давай только, давай только без этого. Очень сильно дамажит, он прям как-то внезапно убивает, и теперь будет дуэль Гейлорда, стримера Бомбалейла, против Акеллана, нашего ретре паладина. Отдается шилда Гейлордам. На коне догоняет, прессует Акеллана. У Акеллана, кстати, нет боба, нет бабла и нет даже шилды. Поэтому-то его так и прессует его противник. У меня просто есть такое подозрение, что Гейлорд не особо одет, потому что, насколько я знаю, Бомбалейла особо не играет сейчас в Вов. Наверняка он хреново одет, просто он сильно проседает еще при этом. Акеллан отхилился на фул, фулловый хоштринкуется Гейлордам. Фридум от Акеллана, стан по нему же. Шилда взрывается. Ну, так как бы видно, проседает сильнее Гейлорд и играет более дефово. То есть он выживает, как только они под крыльями находятся Гейлорд, но проседает как бы он же, а не его противник больше проседает. Шилда фулловая еще и прокнул оберег. Крыло теперь от Акеллана и сразу Баббл. Это правильно. Это правильно. 6% демпенинг. Акеллан, пока его противник находится в Баббле, уходит. Пытается уйти за столб. Но Гейлорд не стал себя хилить во время Баббла. И сейчас у него уже из-за этого могут быть очень серьезные проблемы. Ходж, который не снять. Так, поднимает себя. Поднимает себя флешками. Не то, чтобы очень сильно, но урон видно сильнее Акеллана. То есть гораздо сильнее просаживается Гейлорд. Нажимается шилда Баббалейла и уходит Акеллан за столб. Снова хилиться флешками Паладина. Снова хилиться Паладина флешками. Взрывается шилда. Она даже ничего не наносит, но там ее особо и не заряжал никто. Боб от Гейлорда. То есть сейчас урон по нему уменьшился. Но не пропал полностью, далеко не пропал. То есть Паладина дамажит вообще магией больше, чем физикой. Причем так чувствительно, значительно. Практически только. И добивает прямо... Прямо там Боб, наверное, уже подсамок не закончится, но добивает Акеллан своего противника. Крыло нажимает Акеллан. Акеллан сидит сейчас на минус 5. У него теперь бой с ДК, с ником топ отрыжка. И следующий его противник будет дурить слеп фейс. Но это если он убьет ДК. Итак, ДК съедает Пэта. Сейчас ДК не может себя хилить. На нем висит некрота от съедания Пэта. Очень малый ХП умирает. Умирает ДК и выбегает слеп фейс. Ферал друид на арене, да, вы поняли. Шелда нажимает Аплодин. Не такой большой демпинг, всего лишь 15%. Под крыльями находится Акеллан. Слеп фейс просто взрывает по себе шелду. Он не отходит. Он сам находится в это время под шипами. И очень сильно прессует Акеллан. Бабл. Отдается Бабл. Заканчивается Бабл. Пошел Оупен. Блайнд по слеп фейсу. И на коне убегает Акеллан за столб. Снова там вся вливаемого красивый сет. Это за первый сезон. Посмотрите. Ну тоже такое есть. В инвизи ферал пошел Оупен. Снимается из-за стана расовый. Ходж по коту. Короткий, совсем-совсем короткий мейм. Под шипами находится кот. Палатин-то понимает. И на фрейдме пытается уйти, но у него очень мало ХП. У него уже нет Бабла, нет Боба, нет ничего. Он сейчас... Ты сейчас умрешь. Да, он сейчас умер. Он теперь умер. И слеп фейс надо, наверное, тащить за всю команду. Теперь вся надежда только на него. Последний оставшийся в живых член своей команды. Джангар. Против него будет Монг. На Волке. Нет, не Оупен. Я уже начал озвучивать слово Оупен. Но он поймал его... Поймал кота сапом. Метка по слеп фейсу. Заезд сильный. Со станом метка с всей херней. Отдается слеп фейсом. Шилдвол фералский. Там на нем еще и Малек. Очень сильный прессинг. Но кот его просто лоссает. То есть, ну и вы понимаете. То есть, он сейчас отлоссал. Сейчас он себя прохилит. Или сетнет бой. Хотя против Монга не так просто, как, допустим, против Вара. Потому что Вар не может чаржиться, если не видит цель. А Монг чаржится просто вперед с себя. Поэтому здесь проще догнать. Слеп фейсу не дает себя прохилить. Его все-таки уже дэнкинг серьезный. 26% дэнк. Под шипами находится слеп фейс. Но Монг все равно его прессует. Джангар просто не останавливает свой дэмэдж. И пытается добить, пытается добить противника. Мало хп у слеп фейса. Реально мало хп. Сап по нему. Кастуется флешка. Но еще жив в Медведе танчит урон слеп фейс. Мало-мало хп. Не удается его уже поднять. Демплинг грызет. Еще Варстомб. Убегает, убегает. Под Малек, кстати, сейчас Джангар. То есть, ну, такой. Не во время... Во время дефа отдал Малек слеп фейс своему противнику. И Джангар продолжает прессинг. Фералу никак не удается себя приподнять. Чтобы как-то иметь возможность подамажить. Он вынужден в свое время катить. Он под шипами. Ферал под шипами. Отдается карма в ответ. Ну, и это все. Это все. Снова убедила команда Альянса. Снова убедила команда. Можно Орда победит сегодня? Снова убедила команда Альянса.